И сейчас мы едем с улицы Конечная, 47-го квартала, по улице до проспекта автомобилистов. Водитель, я вышла, и он сказал, что я ему не понравилась. Два раза он, получается, переигрывал время, три раза. В итоге, даже не выехав, он уже нажал кнопку, что он приехал. И у меня началось бесплатное ожидание. В итоге, когда я вышла, он отказался меня везти, потому что, видимо, ему не понравился мой тон. Водитель доехал до заправки и отказался продолжить путь. В итоге, до места назначения, возмущенную пассажирку доставил другой таксист. Движемся далее. В Улан-Удэ девушку чуть не сбили на пешеходном переходе. Сотрудники госавтоинспекции призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, проезжая переходы. С начала года камеры ЦАФАП зафиксировали около 8 тысяч нарушений. В Улан-Удэ раскрыли кражу с территории храма. Ущерб от пропавшей газонокосилки составил 19 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 47-летний мужчина. Мужчина нигде не работает, свою вину он признал. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Движемся далее. В столице Бурятии лесники задержали водителя, который сваливал мусор недалеко от жилых домов. Нарушитель был пойман прямо на месте в городском лесу рядом с микрорайоном Забайкальский. Несмотря на то, что он в тот же день добровольно убрал выброшенный мусор, предварительный ущерб природе оценивается в 600 тысяч рублей. Вот таким необычным способом перегоняют скот в летнее пастбище в Бичуре. Надеемся, никто из стада не пострадал и оно добралось до пастбища в полном составе. Ася Касьянова, Андрей Слепнев, Новости дня.